Лед Фока-лидер. На пару дней заняли сотрудники органов власти и правопорядка. Первыми скрестили клюшки команды правительства, области и МЧС. Каждого из них сложно отрезать от шайбы. Здоровая конкуренция, любовь к спорту. Эти критерии сыграли свою роль. Первый матч турнира по хоккею с шайбой завершился счетом 4-3 по булитам. Решающий гол остался за управленцами региона. Битва была такая буквально очень серьезная. Мы по булитам выиграли команду МЧС, поэтому продолжаем турнир. Спасибо всем организаторам турнира. Он очень интересный. Я думаю, выиграть сильнейший все равно. Данный матч с правительством прошел, считай, на должном уровне. Все команды бились. То есть проигрывать никто не хочет. Самое главное выложиться на льду по стопбольной шкале. Вот это самое сложное. Следом на лёд вышли команды Росгвардия и ОМВД. Первый элемент – раскатка. Дальше – решающий момент. Судья вбрасывает шайбу. Первый период начался. На трибунах коллеги – верные болельщики. Их ободрение – хорошая физическая подготовка. Или все вместе сыграли на руку росгвардейцам. Финальный счет 4-1. Турнир посвятили дню рождения старейшего общества «Динамо». Без одного года века. Но объединяет сразу несколько направлений. Среди них служебно-прикладные виды спорта и спорт высших достижений. В регионе под такой гидой регулярно выступает 500 ульяновцев. На церемонии открытия глава области Алексей Русских официально принят в ряды общества. Общество «Динамо» – это общество с очень богатыми традициями. Воспитало не один десяток альпийских чемпионов мира, заслуженных мастеров спорта. И я уверен, что эти традиции будут сохранены. Сегодня наш турнир хоккей на ледовом катке мы проводим не зря. И сегодня еще день воинской славы России. День победы русского войска на ледовом побоище. Я желаю участия в этих соревнованиях, чтобы сегодня было не побоище, а было прекрасное спортивное состязание. Турнир продлится пару дней. По результатам первых игр команды разделились по группам. Победители – в группу А. Они сыграют в среду. По итогам лучшие получат переходящий кубок ульяновского общества «Динамо». А к вековому юбилею намечен всероссийский турнир. Александра Никитина, Александр Кудряшов, Управда ТВ.